Очень легко видеть ошибки, но намного труднее видеть хорошее. И если вы хотите это сделать, то вам также нужны взаимоотношения уже с этим человеком, так, чтобы вы свободно могли говорить и другое. И вы спросите, что такое позитивная критика? Для меня это выглядит так. Допустим, вы что-то видите неправильное или плохое в ком-то, и вы хотите помочь ему. Поэтому вы начинаете думать. Ну, это проблема, вы думаете. И как этот человек может решить эту проблему? Поэтому вы не идете сразу и критикуете его. Вы время еще уделяете. Вы потом еще говорите об этом. И когда у вас есть понимание, вы идете к человеку, и вы говорите очень нежно. Я некоторое время наблюдал. И я считаю, что какая-то проблема есть в какой-то сфере. Я думаю, что это эта сфера. И также скажете, что если ты попытаешься сделать так, таким образом, то, возможно, это поможет тебе. Поэтому что же вы делаете? Вы не только говорите о проблеме, но также вы даете возможное решение. Это и есть позитивная критика. Это означает, что вы помогаете расти другим. Следующее качество не сварлив. Некоторые из этих качеств повторяются. Амакоис, слово на греческом языке, которое здесь используется. означает того человека, который не всегда реагирует на атаку, на ссору. Как один человек сказал, не будь кактусом. Что вы не колючий человек, который постоянно ищет ссоры и драки. И наша ответственность, как лидеров, это способность умиротворять ситуации. Мне кажется, это любив. Не любит деньги, но я люблю деньги. Что это значит? Это не означает, что у нас не может быть денег. И так же это не означает, что у нас не может быть много денег. Как в Англии есть такая пословица. Деньги — корень всех зол. В принципе, это неправильное цитирование. Ведь Библия говорит, что любовь к деньгам — это корень всех злов. То, каким образом вы относитесь к деньгам. Любовь к деньгам — это значит «любовь». Любовь или вподобание. Агурус — это серебро. И все это звучит в общем смысле «не любить серебро». То есть, у нас должно быть хорошее понимание денег и денежных дел. Бог является нашим достатком, а не деньги. То есть, мы должны Бога искать. Мы должны быть соединенными с тем, кто может обеспечить все наши нужды. И это не только деньги. У нас должен быть хороший способ, как мы распоряжаемся деньгами. Мы должны быть способом управлять своим бюджетом. Чтобы мы не попали в проблемы. Тот, у кого постоянно возникают денежные проблемы, возможно, он не должен занимать лидерскую позицию. И по мере того, как мы живем каждый день, тоже нужно учитывать, как мы относимся к этим вопросам каждый день. И также в Тита 1.7 есть «Не стремиться к нечестной прибыли». Это относится не только к деньгам, но также к многим другим вещам. Это все то, что вы получили неправильно. К этому также относится и популярность. Например, иногда вы что-то делаете для того, чтобы прославиться. И чтобы вы нравились людям. Но это нечестно. И к этой категории можно другие вещи также причислить. Иногда мы разбавляем водой, вино, или же сплетничаем. То есть не проповедуем всей истины. Мы не говорим всю историю. Мы играем с ушами, мы щекочем уши кому-то. Говорим людям то, что они хотят услышать. Для того, чтобы было много людей в церкви. Жадность к деньгам, стремление к власти, или же к признанию может затуманить наш ум и разрушить наше служение как христианского лидера. И теперь мы подошли к 1 Тимоте 3, 4, 5. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащие в послушании. Со всякой честностью. Кто не умеет управлять собственным домом, будет ли пищись от церкви Божией? И теперь мы подходим к тому вопросу, который был раньше задан. Мы попытаемся ответить на него. Семейные обязанности. Семья служителя должна быть первостепенной ответственностью, обязанностью его или ее. Управление семьей — это трудно. Это требует времени и энергии. Управление церковью не должно быть способом избежания семейных обязанностей. Либо же извинением того, что вы задвинули семью куда-то на задворке. И служитель внимателен к своей семье, так что все не выйдет из-под контроля. Обычно лидер ведет церковь так же, как он ведет свою семью. Когда вы смотрите на лидеров, посмотрите на их семьи. И в этом случае то, что вы видите, то вы получите. И очень важно, если вы вовлечены в лидерстве, вы не позволяете в служении забирать то, что принадлежит вашей семье. Как я сказал раньше, лидерство требует жертвенности, но Бог против жертвоприношения детей. Вы понимаете, о чем я говорю? Это очень важно. Вашим детям нужно время. И то есть плохо говорить, типа, мне надо поговорить с тем человеком, с этим человеком, и у меня нет времени с вами сейчас играть. Играться. Если человек диктатор дома, то, вероятно, таким же он будет и в служении. Если дома нет эффективного лидерства, то, вероятно, тоже будет и в его служении. Как же найти баланс? Очень трудно найти формулу какую-то. Даже не думаю, что есть. Просто постоянно держать это в поле вашего внимания, чтобы вы смогли делать то, что необходимо. И если вы видите, что лидер забывает свою семью, то у вас сильная вероятность того, что он забудет и свою церковь в какой-то момент. Теперь мы подошли к вопросу о детях. Непослушные дети, неуважающие дети, которые вышли из контроля, также все это отражается на служении человека. Но нельзя перегибать палку слишком в отношении всех детей. Когда дети достигнут какого-то возраста, когда больше их родители не несут за них ответственности, но у них уже свои обязанности есть. То, что нужно проверить, помогали ли им правильным способом вплоть до того момента. И все мы личности. И все мы должны делать свой выбор перед Богом. Я не могу решить за своих детей, что им нужно принять Ишуа. Они должны это делать сами. Это их ответственность. Я был очень благословлен, что все мои дети знают Ишуа. И все они служат Ему. И я очень горжусь этим. По-хорошему горжусь. Тем, что сделал Бог. Я пытался сделать то, что я могу, как отец. И для меня это не было всегда легко, то, что у меня только одни девочки были. Им нужно вообще другое отношение, не так, как мальчика. С Аароном, моим внуком, я очень хорошо время провожу. Мы боремся. Рыбачим. Я рыбачу. Он наблюдает. Но он тоже когда-то будет. Мы только четыре года. И я пытался быть примером отца для своих детей. Как для девочек, которые также нуждаются в отце. Иногда мы, как отцы, можем думать, а, девочки, да, мама о них позаботится. Но также им нужен образ отца. И то есть им нужно так же, как бы, залезть к вам на руки, на колени, поиграться, поласкать. Я слышал, что женственность этого ребенка, девочки созидается путем того, как отец реагирует, относится к ней. Поэтому в качестве отцов на вас лежит большая ответственность. В отношении ваших детей, также в отношении детей и девочек. В библейские времена Обычно девочки выходили замуж к середине своих подростковых лет. А мальчики, юноши, к поздней половине своих подростковых лет. И в наше время мы видим, что дети достаточно хорошо себя ведут к 13-14 годам. А потом они бунтуют 17-18 лет. Можно сказать, это вполне естественная реакция. Но не всегда. Поэтому все еще есть на родителях ответственность. И в принципе, я думаю, что родители ответственны за детей до тех пор, пока те не уйдут из дома. И даже если они частично бунтуют, и как с этим обращаться в семье Поэтому это может указывать на вашу реакцию, как вы будете разбираться с подобными ситуациями в церкви. Ведь у вас будут такие же проблемы там. И я знаю некоторых 24-летних, которые могут behave как 17-18-летних rebellious бунтари. Я знаю некоторых 24-летних людей, которые ведут себя как 17-18-летние бунтари. Поэтому как вы будете справляться с ними в вашей семье поможет вам тоже справиться с такими ситуациями в церкви. И даже если не все не принимают это решение, то нам следует помнить, что на них лежит их ответственность, их обязанность. И невозможно автоматически сказать, нельзя сказать, что он не подходит к служению, потому что его дети не следуют за Богом. Но это ответственно. По крайней мере, до 14-15 лет. И до того времени, до 15-летнего времени можно судить по детям в отношении служителей. Потому что, хотя, если дети даже не приняли свое решение за Ишуа, допустим, я знаю семьи, которые не христианские, однако, их дети очень хорошо себя ведут. Понимаете? Не всегда это критерий, но критерий в том, как вы решаете эти ситуации как родитель, особенно как отец. И не обязательно имею в виду, что в нехристианских семьях отец к ним относится как царь какой-то, правитель. Но даже если он не знает Ишуа, он принял правильное решение. правильное решение, путь в отношении своих детей, они его уважают. Они знают, что он открыт к ним. И они знают, что он их любит. И вот что принимается в учет. Это ответило на твой вопрос. Только из-за того, что старший подросток в бунте против власти своих родителей не означает, что родители дисквалифицированы от служения. Как я сказал, это зависит от обстоятельств, от ситуации. И есть некоторые, которые не могут справиться с детьми. И если они позволят самовольному ребенку с собой понукать, то, возможно, такая же проблема будет и в церкви. в вашей церкви будут люди сильной воли, своевольные, и нужно знать, как справляться с такой ситуацией. Не обязательно это должно быть силой, но мудростью, которая приходит от Бога. Если есть проблемы с детьми, Бога есть мудрость. и вам нужно молиться. Хорошо, в 1 Тиммитрии 3, 6. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возродиться и не подпал осуждению с дьяволом. На греческом языке это слово и означает неновонасажденный. Поскольку много искушений, испытаний в христианстве, а тем более в христианском лидерстве, поэтому это означает то есть лидер был испытан и остался верен на протяжении определенного времени и в тяжелые времена. И невозможно это сделать быстро. Хорошо? Это может звучит жестко подношение к тому, кто хочет быть в лидерстве. Но необходимо время для того, чтобы вы выросли. Невозможно вскочить в лидерство. Это плохо. Лидер должен быть испытан. И во многих аспектах лидеры справляются лучше, хорошо, если они не ведут, а просто делают свой вклад. То есть, а, если люди просто делают вклад, но если они станут лидером, они могут не справиться с властью и устоять перед давлением. Поэтому нужно время это испытание. И если вы хотите быть лидером, вам нужно быть готовым пройти через это время и позволить, чтобы это произошло, не видеть это как препятствие, но видеть это как то, что поможет вам растить, стать зрелым и быть больше готовым к лидерству. Также есть некоторые, которые лидеруют хорошо за декором короткий период времени, но у них нет настойчивости, чтобы идти дальше. Иногда очень трудно знать, как у человека все пойдет, если только не было этого испытательного периода. нужно научиться давать возможность людям действовать, служить, делать что-то до того момента, когда ему титул такой будет приписан, лидер. Поскольку мы говорим о лидерах, тира и службах, поэтому титул вообще не должен быть важным. Если кто-то не хочет ничего делать, только дай ему титул, тогда этот человек не готов для лидерства. Это я повторю. Если человек не хочет ничего делать без титула, тогда он не готов к лидерству. Дай ему что-то что-то осталось Я думаю, что-то что-то что-то